Новое утро в эфире Первого городского. Сегодня говорим о культурной жизни города и не только. Ну и что ж, наши гости в студии прямо сейчас приехали с огромным количеством наград. Будем знакомить с вами. Это Алиас Алитова и Ербол Ермоганбетов, актеры театра кукол Алакай. Доброе утро! Посмотрите на них, красивые, позитивные, отдохнувшие, наверное, и приехавшие с огромным количеством наград. Мне нравится вот это. Особенно вот эта девочка симпатичная очень. Это не девочка, это мальчик. Это не мальчик, а сказитель. Ну, мальчик мужской. Сказитель. Вот хотела бы я вашего сказителя вот этого забрать себе, но поскольку все-таки это подарок ваш, который вы привезли, не знаю, в скольки тысячах километрах отсюда находится Сыктывкар. Расскажите, давайте расскажем для начала нашим телезрителям, для чего вы ездили, что возили и вообще, что привезли. Мы недавно приехали с республики Коми, с города Сыктывкар. Сыктывкар находится далеко. Сколько ехали? 1700 километров. Мы 28 часов ехали. Когда туда ехали, мы ночевали на Бережных Челнах, театр кукол. Потом целый день еще ехали до города Сыктывкар. Вот это да. Что было? Что за мероприятие? Международный конкурс? Да. Международный фестиваль театров кукол, который называется «В гостях у Майдыси». Так, что возили от Актывби? Я люблю эту постановку. Я люблю наш любимый спектакль «Отпусти поводья и лети». Немножко, да. Я хочу показать, это не единственные награды. С этой постановкой вы на многих других фестивалях участвовали, и она всегда занимает призовые места. Это вот два, это вот три. Посмотрите, какое количество наград. Просто безупречно, безумно. Приятно, что вы привозите в наш город столько дипломов. Это дорогого стоит. Можно руку плескать? Поскольку у меня ладошки заняты, то я показываю. Я буду аплодировать за двоих. А кто участвовал помимо вас? Да, какой состав ездил у вас? Помимо нас из города Сыктывкар участвовали? Мурманск, Кстово, Озерск. Здесь в буклетике у нас написано. В буклетике есть. Давайте я пока полистаю, почитаю. Ну, вы скажете, каким составом вы ездили? Сколько человек? Мы в нашем составе было 12 человек. 12 человек, 8 актеров, 1 оператор, 1 осветитель. И наш, конечно же, директор Асета Жубековна. Вот я сейчас листаю вот эту страничку. Посмотрите, какое количество огромное участников. А вам самим что понравилось? Чья постановка? Честно только. Вот, например, мне понравился из города Кстово, это в Нижнем Новгороде, здесь маленький город. Вот они привезли спектакль, я не помню название, а любви спектакль. Так. А у нас не только спектакли были для детских, да, для детей, но еще для взрослых. А какой возраст? Получается, не для взрослых совсем, не для взрослого аудитории? Нет, там был еще у нас кукольный спектакль для взрослых. Ага, так. Играли перчаточными куклами. Перчаточные, когда на руки надевали. Так, да. Перчаточные куклами и сразу переходили на живой план. Мы не понимали, как можно перчаточными куклами или незаметно пройти на живой план. Даже профессионалы не заметили? Да, не заметили. Так грамотно, так красиво играли, так, что переход Вот такое, даже не мы не заметили. Вот это да. Вот такое своеобразное искусство. Вот такие вот поездки, наверняка, Алия Ербов, они дают что-то, да? Наверняка, вот эти методики потом применяете, ведь и здесь уже на октябрьской сцене для ребятишек. Конечно. Конечно, много принимаем. Алия сегодня пришла не одна еще, и не только, точнее, с Ербовом. У нее вот спрятано вот там. Это кто? Давайте познакомим. Это мой бакьяр, это мой главный герой из спектакля «Отпусти, поводи и лети», который переборол свой страх, стал самым храбрым богатырем. Джигитом. Джигитом, можно сказать. Когда человек рождается, мы же не знаем страх. Человек, когда рождается, не знает, что такое страх, что такое радость. И он все переваривает, пережевывает, просматривает, что надо, что не надо. Он еще этого не знает. Но когда он узнает, что такое страх, что такое добро и зло, возмужает и становится... Джигит. Я вот тебе вопрос задам, ты смотрел эту постановку? Нет, не смотрел, но вот сейчас, смотря на потрясающих ребят, прям хочется сходить. Ты, я тебе скажу, многое потеряла. Я смотрела не один раз, я смотрела два или три раза, я плакала. Есть ведь такие моменты, когда действительно слезы сами идут. И детям желательно показать. Обязательно. Взрослым обязательно смотреть, это даже... А может быть, исполните что-нибудь? Давайте. Довезем, да, слез моего соведущего? Сейчас у меня будет это монолог, который он становится... Решается перебороть свой страх. Я недостоин жить, ходить по степи, пить воду из родников, наслаждаться кобылем молоком. Эй, шайтан, выходи, я не боюсь тебя, я вызываю тебя на смертельный щек-пи-жек! И здесь выходит этот черный... Да, черные силы. С черной силой. Вот когда смотришь все это со сцены, другое восприятие. А когда сидишь вот так вот с вами рядом, это совсем по-другому. Алья, не могли бы вы некоторые такие вот детали раскрыть? Получается, вот руки, да? Смотрите, мы когда двигаем ими, у вас есть такой... Это что, как называется? Это мы держим голову. Так, а руки? Здесь у меня ручки, вот специально эти спицы. Здесь у меня ножки, вот. И у вас там есть кармашек такой небольшой? Да, да, вот такой кармашек. Вот смотрите, как все это. Это вот секреты актеров театра кукол Лака. Всегда приятно же заглянуть за кулисье. А за кулисами у них творится невообразимо. Огромное количество кукол. Я однажды побывала у вас со съемочной группой. Просто здорово. Да, у нас таких, мы уже различных фестивалей были. И грамоты получаем. Обычно мы вешаем это все у директора кабинета. Но до того встало у нас много грамот, что мы создали в музее. Музей, да, на первом этаже. У вас просто огромные все награды ваши там. Последний вопрос к вам. Что сейчас можно увидеть нашим детишкам? Воскресенье с 12, да? Да. В 11 в 12 или в 12 в час? У нас спектакль сейчас в новом репертуаре. Это идет у нас Кушкин дом. И лиса, зайц и петух. Да. А в воскресенье, еще хочу сказать, похвалиться. У нас единственный театр, в котором одна труппа играет на русском и на казахском языке. На русском языке мы в воскресенье будем играть приключение доктора Дулитла. На казахском 12 часов тоже самое приключение доктора Дулитла, только на казахском. На гос языке. Да. Ну что ж, мы можем вас только поздравить еще раз, пожелать вам успехов. И чтобы вы с этими наградами приходили к нашу студию почаще. Спасибо вам огромное. Музей стал прям целым отдельным зданием. Это было бы здорово. Дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Сегодня говорили о культурной жизни страны. Посмотрите, какая она разнообразная, какая она яркая. И те люди, которые говорят, что она ненасыщенная, серая, мрачная и не такая будничная, скажем так. Потому что больше зависит от человека, какое у него настроение, что у него в душе. То, в принципе, он и говорит, если вы хотите проводить время культурно, то обязательно мероприятия найдутся и они проводятся. Поэтому посещайте и будьте в курсе всех самых интересных событий жизни города. А мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго. До скорых встреч. Пока. Пока.